Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Евангелию от Марка. Сегодня мы с вами читаем первую главу. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези ему. Евангелист Марк, как нам свидетельствуют древние церковные писатели, был помощником и переводчиком апостола Петра. И, по-видимому, Евангелие от Марка представляет собой изложение проповеди этого великого апостола. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Слово «Евангелие», «благая весть» было известно первым читателям Евангелия от Марка, потому что оно использовалось в таком имперском контексте. «Евангелие» — это возвещение о каких-то добрых деяниях императора своему народу. Римская империя занималась монументальной пропагандой и старалась показать своим подданным, что они не только собирают налоги, но и приносят большую пользу, поддерживают мир, оказывают помощь. И, например, вот произошло землетрясение, город сильно пострадал, и император прислал помощь. Вот возвещение об этом, оно бы называлось в древнем контексте «Евангелие», то есть «благая весть» о том, что император сделал для своего народа. И «Евангелие» — это «благая весть» о том, что Бог сделал для человечества. Это «Евангелие» Иисуса Христа, Сына Божия. Царем, императором, тем благодельствующим владыкой, о котором идет речь в данном контексте, является Иисус Христос, Сын Божий. И далее евангелист Марк ссылается на пророков. Он приводит две цитаты из пророков, и мы будем это видеть постоянно в евангельском контексте. Это упоминание пророков, подчеркивается связь Ветхого и Нового Завета. Цель и смысл Ветхого Завета состоял в приготовлении к приходу Иисуса Христа. Но обратим внимание на сами пророчества. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата из Малахии, Ветхозаветного пророка. И у Малахии текст выглядит так. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь мой предо мною. Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете». То есть у Малахии речь идет о том, что в свой храм придет Господь, придет Бог. «И пусть будет приготовлен предо мною», то есть перед Богом. Для Марка это пророчество исполняется в том, что приходит Иисус Христос. И мы видим здесь, что для людей, которые знакомы с Ветхозаветным контекстом, здесь содержится недвусмысленное провозглашение того, что в лице Иисуса Христа приходит Бог. Господь, который пришел в храм свой, это Иисус. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямым и сделайте стези ему». Это цитата из пророка Исаии. И опять-таки речь идет о том, чтобы приготовить путь кому? Господу. Богу у пророка. И здесь эти слова о приготовлении пути к Богу относятся к Иисусу Христу. Речь здесь идет дальше об Иоанне, который явился крестя в пустыне, проповедуя крещение и покоение для прощения грехов. Иоанн выступает в роли этого ангела. Само слово «ангел» значит «вестник». Конечно, оно чаще используется в значении «сверхъестественное существо», которое Бог послал для спасения людей. Но ангел – это может быть и человек. То есть ангел – это должность, функция, вестник. И вот вестником является Иоанн. Он проповедует крещение и покоение для прощения грехов. Собственно, крещение еще не в нашем христианском смысле, но крещение в смысле омовения. Омовение в воде, которое свидетельствует, что человек ищет Божьего прощения. «Выходили к нему вся страна иудейская, юросалимляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои». Мы видим, что Иоанн был строгий аскет. Он носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах своих, евокриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Я», в чем было содержание его проповеди, «идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Иоанн подчеркивает, таким образом, насколько выше тот, кто идет за ним. «Я крестил вас водою», а он будет крестить вас Духом Святым. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордании. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Мы видим здесь, как совершается крещение Господа, как Господь входит в эти воды, в которые погружались грешники, чтобы омыть свои грехи. И он солидаризируется с грешниками, он становится вместе с ними, он входит в эти, как бы отравленные человеческим грехом воды, предсказывая этим, что он возьмет человеческие грехи на себя. И здесь, как поется в церковном песнопении, троическое явилось поклонение, то есть Святой Дух, как голубь, нисходит на Иисуса, и с небес раздается глаз. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Мы видим здесь и Отца, и Сына, и Святого Духа. Святой Дух и Отец свидетельствуют, что Иисус истинно Сын Божий. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Мы читаем, что перед тем, как выйти на свое общественное служение, Христос проходит время искушения в пустыне. И иногда люди задаются вопросом, можно ли искушать Иисуса Христа, если он Бог, может ли Бог согрешить? И если Иисус безгрешен, можно ли его искушать? Христа можно искушать как человека, и он претерпевает искушение как человек. Он, быв искушен, может искушаемым помочь, как сказано в послании к евреям. Но в каком смысле его можно искушать? Конечно, Иисус безгрешен, но его можно искушать, поскольку, когда мы говорим, что человек не может совершить грех, мы можем иметь в виду две разные вещи. Человек физически не может совершить грех, он может, хотел бы, но не может. И человек не может его совершить в нравственном отношении. Например, мы можем говорить, Вася Пупкин не может украсть деньги, потому что они тщательно охраняются. Хотел бы, но он не может. И мы можем сказать, Вася Пупкин не может украсть деньги, потому что он честный человек. Он так не поступит. И Иисусом можно было искушать в том плане, что физически Он мог совершить грех. Физически Он мог совершить непослушание Богу, но Он не мог так поступить в силу нравственного совершенства Своей личности. И в этом отношении Он мог подвергаться искушениям. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говорят, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Иоанн был предан, то есть, очевидно, заключен в тюрьму, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. Что это за Евангелие, что это за Боговестие Царствия Божие? Царствие Божие – это в библейском контексте владычество Бога. Это реальность, в которой правит Бог. Не те или иные земные правители, не те или иные человеческие страсти – это реальность, в которой Бог является владыкой, Бог является царем. И Евангелие Царства Божие – это Евангелие о том, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Царство Божие приблизилось, мы можем в него войти. И на это приближение Царствия Божие, владычество Бога следует покаяться и веровать в Евангелие. Покаяться – значит обратиться, переменить путь, изменить свои мысли, изменить свой образ жизни, так, чтобы сделаться подданными этого Царства и веровать в Евангелие. Интересно, что этот оборот – покайтесь и веруйте – в древней литературе встречается также в абсолютно светском контексте. Древний еврейский историк Иосиф Флавий рассказывает о том, как он по поручению правителя вел переговоры с группой мятежников и увещевал их покаяться и веровать в том смысле, что прекратить мятеж и положиться на милость правителя, который обещал им амнистию. И мы также призваны покаяться, то есть прекратить наш мятеж и положиться на милость Божию. То есть до тех пор, пока мы не признаем Иисуса Христа Господом в нашей жизни, мы находимся в состоянии мятежа. У мироздания есть законный владыка, Бог, который пришел в лице Иисуса Христа, и мы должны ему повиноваться. Пока мы этого не делаем, мы находимся в состоянии мятежа. И вот приходит Иисус, провозглашает царство, и мы призваны покаяться и уверовать, признать нашим законным владыкой Бога и изменить нашу жизнь, исходя из этого. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за Мною, я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. Пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Мы видим здесь призвание апостолов, и мы видим, как они откликаются на Божий призыв. Тотчас. Они погружаются в долгие раздумия, они понимают, что тот, кто их призывает, это Мессия. Это посланный Богом Спаситель. И они должны немедленно отозваться. Тотчас. Вот это решение, покориться Богу, оно принимается тотчас. Они не думают, что они когда-нибудь потом будут это делать, они думают, что сейчас они доделают свою работу. Они тотчас оставляют все и следуют за ним. Поскольку обращение к Богу требует срочности. Не следует с ним затягивать. Когда нас призывает кто-то могущественный, кто-то властный, ну, скажем, президент нам дает повеление, вот лично обращается с каким-то повелением, наверное, мы не станем говорить, что у нас есть более важные дела, мы потом подумаем над его предложением, мы, наверное, встанем, будем исполнять повеление. Здесь призывает сам Бог, он призывает апостолов, но также Христос призывает и нас последовать за ним и изменить нашу жизнь. И мы должны отзываться на этот призыв тотчас, потому что это не благоговение, это не уважение к Богу, когда мы думаем, что мы можем заниматься какими-то своими делами. Нет, мы должны тотчас обратиться ко Христу и спросить у Него, что повелишь мне делать Господи. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел на синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники». Капернаум – это город, но мы бы сказали село, то, что в Библии называется городами, это очень небольшие населенные пункты, он вошел в синагогу и учил. В субботу в синагоге собирались богочестивые иудеи для чтения священного писания. Практически любой взрослый член общины мог выступить с наставлением к народу, и вот Иисус учил. Дивились его учению, он учил как власть имеющие, не как книжники. Поскольку книжники, они учат, ссылаясь на чужой авторитет. Примерно так же, как в наши дни могут сейчас учить, ссылаясь на авторитет священного писания, ссылаясь на авторитет святых отцов, то есть не от себя, конечно, а как продолжатели традиции. Я обращаюсь не к своему авторитету, а к авторитету священного писания, его авторитетных толкователей. Иисус же учил от своего лица, как власть имеющий. Мы находим пример такого учения в Евангелии от Матфея, где Христос говорит «А я говорю вам». Христос учит от своего имени со властью. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал «Оставь! Что тебе на нас, Иисус Назорянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и, скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, а не повинуется ему. И скоро разошлась о нем мовла по всей окрестности в Галилее. Мы видим здесь этого человека, одержимого нечистым духом, и иногда люди думают, что, ну, наверное, человек страдал психической болезнью, сейчас его бы лечили таблетками. Но мы видим здесь некое отличие. Это не просто человек, который ведет себя странно, не просто человек, который ведет себя неадекватно. Это человек, который демонстрирует сверхъестественное знание. Он знает, кто такой Иисус Назорянин. Он знает, что он святой Божий. Он знает, что он пришел погубить нас, то есть тех бесов, которые говорят изнутри этого несчастного человека. И Иисус запретил ему. Мы видим, что Иисус не вступает в схватку, не вступает в противоборство с этим бесом, он просто ему запрещает. Он ему говорит, пошел вон, и бес уходит. И люди поражены. Кто это, кто может приказать, просто приказать злому духу? И он вынужден уйти. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Анном. Тетя же Симонова лежала в горячке. И тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. Горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Христос показывает свою власть исцелять, и это знамение Царства Божия. Знамение Царства, где все последствия зла и греха будут исправлены, где люди будут здоровы, где не будут болезни, плача и вопля. И исцеление – это знамение того, что это Царство здесь. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не дозволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Мы видим здесь, как Господь совершает чудеса исцеления, и особенность подлинных евангельских чудес, что они не носят какого-то демонстративного характера, это чудеса милосердия. Господь отзывается на чужую нужду, он исцеляет больных. И он не позволяет бесам говорить, что они знают, что он Христос. Почему? Он не принимает свидетельства от бесов. Даже когда бесы говорят правду, им не следует верить. Нельзя верить этому источнику, потому что даже если он может говорить правду, он располагает нас, чтобы мы поверили, для того, чтобы потом лгать. И вторая причина – это то, что называется мессианской тайной. Христос не сразу раскрывает, что он именно Спаситель, потому что, да, люди ждут Спасителя, люди ждут Мессию, но они ждут немного не того, они ждут могущественного, славного воина, который освободит их от римлян. Иисус приходит с другой целью. Поэтому он не хочет, чтобы люди до времени осознали, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился. Вот что интересно, Иисус был занятым человеком, у него было самое важное занятие в этом мире. Ничего более важного у него вообще ни у кого никогда не было. Но утром, встав в пустынное место, он вышел и там молился. Несмотря на всю свою занятость, он уделяет время, причем, очевидно, достаточное время, надо еще выйти в пустынное место, не пять минут, и там он молился. Этим он показывает нам пример. Мы тоже должны удаляться в пустынное место, может быть, просто в пустынное место в своей комнате, но, по крайней мере, там, где мы изолировались от шума этого мира, и молиться. Иногда люди спрашивают, как Иисус и кому мог Иисус молиться, если он Бог, и ответ тут такой. Иисус молился Отцу как человек. Будучи одновременно Богом и человеком, Иисус совершает то, что характерно и для Бога, и для человека. И вот как человек, он, пребывая на нашем месте, совершает все то, что должны были мы совершить, но не совершили. То есть вот там, где мы ленимся, он молится. Там, где мы ненавидим, он любит. Там, где мы выбираем свою волю, он выбирает волю Отца. И вот как человек, он молится. Симон и бывшие с ним пошли за ним. Симон — это Петр, на самом деле. Вот его имя при рождении — это Симон, и Петр — это, собственно, прозвище, которое ему позже дает Христос. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним. И, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем и в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И проповедовал он в синагогах по всей Галилее и изгонял бесов. Изгнание бесов — это тоже знак присутствия Божьего Царства. Силы зла бегут, они отступают, потому что здесь появился настоящий Царь. Приходит к нему прокаженный, умоляя его, и, падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое то, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Проказа — это была страшная болезнь, которая приводила к тому, что человек гнил заживо, у него отваливались конечности, отваливались части тела, его тело теряло чувствительность, человека могли ночью объесть крысы, он мог этого не почувствовать, он мог обвариться или обжечься и не чувствовать от этого никакой боли. И это было страшно, потому что его тело разваливалось, и он даже не чувствовал этого. Такие люди выглядели ужасно, от них ужасно пахло, и им запрещалось общаться с другими людьми, их загоняли в отдельные такие места и приносили там еду. Человек, который был поражен проказой, должен был кричать «Нечист! Нечист!», чтобы к нему кто-то случайно не прикоснулся. Это были люди, отторнутые от общества, и люди, не способные поэтому участвовать в богослужениях. Это были люди, отторнутые также от общения, от общинного богослужения, от общения с Богом. И поэтому проказа — это древнейший образ греха. И вот Христос умилосердился над ним, простил руку и сказал ему, «Хочу очистить!». Человек очистился, и он должен пойти показаться священнику. По ветхозаветному закону требовалось, если человек исцелялся от проказа, прийти и показаться священнику, чтобы священник допустил его, чтобы священник признал его здоровым, снял с него все эти ограничения, допустил его жить в обществе. И видим, что Христос не хочет делать из этого случая рекламу. Он не хочет, чтобы прокаженный провозглашал о своем исцелении. Почему? Здесь Иисус просто оказывает милость и сострадание к этому человеку. Но мы видим, как о нем расходится мова, как о чудотворце, и люди ищут не спасение, а люди ищут просто исцеление от своих болезней. Так бывает, когда человек обращается к Богу, потому что он хочет решить свою конкретную проблему. Бывает так, что люди прибегают в церковь как за скорой помощью, какие-то трудности, какие-то опасные болезни, какие-то большие неприятности, человек молится, получает помощь, и потом уходит. Так бывает. И в те времена люди сбегались к Иисусу, чтобы получить исцеление и идти дальше по своим делам. И Иисус дает это исцеление, потому что он сострадает людям. Но он хочет дать нечто другое. И из-за того, что люди сбегались, он не мог уже явно войти в город, но он находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Мы с вами прочитали первую главу Евангелия от Марка, и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова